доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марина стик сегодня 7 июня 2020 года у нас сегодня солнышко пока еще влажная травка но воздух теплый возможно сегодня у нас будет прогулка дневная интернет у нас по-прежнему не работает но мы принимаем меры для того чтобы он заработал и мы смогли с вами посмотреть эти видео которые я снимаю уже второй день и пока нет возможности их опубликовать но все новости наши я вам хочу показать и рассказать яшка чебурашка и юджиния развлекались вот с этим лисенком но дусенька который вот уже в апреле исполнилось 8 годиков как щенуленька играет с юджинии вот в эту игрушку заодно хоть я думала что в эту игрушку будут играть у нас яшка чебурашка и юджиния а у нас играет дуська бабуська яшкина бабушка играет в игрушку но юджиния с ней вместе перед отдай бабулька тебе зачем игрунка мне надо скажи игрунку заодно хотела показать и рассказать про ушки а вы помните подписчики нашего канала из последних видео сколько дней назад я подклеивала ушки яшки и юджиния одновременно у юджинии после второй прививочки какое-то время ушки стояли стояли потом упали такое часто бывает в процессе становления формирования хряща потому что повторяю ушка само по себе стоять не может там шерсть и кожа и кровеносные сосуды конечно же тоже но пока там не образуется хрящ не сформируется но будет то стоять то падать и процесс вот этого формирования он у всех индивидуален я не знаю с чем это связано от чего это зависит у кого-то ушки встают сразу стоят до пяти с половиной месяцев потом упадут пять с половиной у кого-то встанут и никогда не упадут все это индивидуальные для формирования правильной формы хряща чтоб ушка была ровная без заломов мы как правило помогаем формироваться правильно к хрящу закрепляя ушко лекопластырем в той форме какой мне надо в яшенька молодец вы видите походил походил и пошел на пеленочку писать вот умница собака маленький а все понимает и вот пожалуйста в отличие от яшки юджиния несколько дней ходила честно с этими подклеечками не отрывала ничего сейчас я хотела как раз вам показать два ушка одно я только что отклеила второе еще не отклеила но результат уже виден если несколько дней подряд щенок не отрывает этот лекопластырь то по факту этой подклейки бывает хватает всего лишь три дня походить и ушка встает да конечно это не гарантирует того что через какое-то время она опять не упадет но по крайней мере за это время пока она не стояла в той форме в какой мне надо собачка не закладывала его назад бывает они принимают такую форму ушка как у ротвеллера вот привыкает собачка особенно если хозяева начинают гладить ее по голове она начинает их закладывать назад и когда хрящик сформируется он сформируется в той форме в какой собачка привыкла складывать это ушко вот яшка чебурашку он хулиганил он отрывал эти подклейки поэтому ходит до сих пор с ними потому как если мы подклеили на пять минут и через пять минут это все отрывается то результата мы не достигаем не может сформироваться так быстро хрящ там за 10 минут что пушка приняла нужную нам форму поэтому смысл подклейки она помогает только в том случае если вы это делаете постоянно если вы это делаете регулярно они время от времени начинать лучше с конечно с такого подросткового возраста если у вас например до 8 месяцев у собачки ушки не стояли вы решили их 8 месяцев поставить но как правило навряд ли чаще мы это делаем по мере взросления щенка если видим что ушко большого размера тяжелое ушко тогда лучше подклеивать подстраховаться я не могу сказать что без подклеивания ушки самостоятельно не встанут в определенном возрасте скорее всего встанут меня просто всегда беспокоит в какой форме они будут они могут скажем так встать от ушной раковины до середины а самый верх кончик подвисать может вниз или скажем наоборот там где ушная раковина вот в этом месте как правило них любят закладывать назад даже взрослые собачки так делают вот у меня юлька сидит просит чтобы я гладила видите как она ушка делает назад и ушка будет складываться там если уже сформированный хрящик когда юлька поднимет ушка ушка примет свою нормальную обычную привычную ровную форму если же это изначально уже сформирован хрящик в той позе в какой держит собачка ушка то она не будет так красиво ровненько стоять вот что вытворяет малыш вот что вытворяет малыш сладкий мой пупусик любимый мой колоботик вот он халикан сладенький читала тут комментарии на тему когда яшка играл с юджини что это не игра это проявление злости у щенка в таком возрасте что говорит о том что этот щенок не будет добрым а будет злым но чушь полная такой вот такие комментарии могут писать только те кто не выращивал такое количество собачек породы чихуа как вырастили мы за такое количество лет так как можно посмотреть юджинию буквально несколько скажем так даже не месяцев назад ей всего-то три с половиной месяца скажем месяца полтора две недели назад как они общаются между собой это обычное нормальное поведение всех псовых щенки маленького возраста еще не имея зубов уже начинают прямо у мамки в гнезде что называется еще на лапки не встали а уже пытаются доминировать уже пытаются бороться это так же естественно как например я не знаю наши с вами дети начинают первые слова говорить агу ага все дети одинаковые только потом у кого-то появляются какие-то первые слова мама папа вот так и у щенков все это нормально и для каждого возраста очень естественно потому что щенок формируется он должен знать он собаку он должен знать свое место в старе он должен быть готов к тому что игра для щенков это как тренировка для человека например спортсмена подготовка к взрослой жизни потому что во взрослой жизни вот как раз таки играть с ним никто не станет если его захотят обидеть то его начнут именно что обижать поэтому вот такие щенячьи игры это способ научиться обороняться да потому что эта игра несмотря на то что они грозно рычат или кажется что вот так обижают друг друга они не делают это со всей силы со всей мощи это все равно получается игра сначала кто-то сверху нападает обижает потом 2 ему отвечает потом они меняются местами это естественное нормальное поведение всех словах есть у меня такие видео и скорее всего сделаю еще когда начнут подрастать вот эти новые наши детишки когда стая конкретно стая уже взрослых собак учит щенка молодого обороняться от нападающих на нее например взрослых собак я снимала такие видео на улице 2017 год одного щенка берут загоняют в круг несколько взрослых собак и начинают по очереди вот так на него нападать чтоб он мог отбиться это обучение взрослыми собаками щенулек как раз таки подготовка ко взрослому образу жизни что если в жизни на них нападут всерьез они в игре чтобы он знал как можно было отбиться и как надо обороняться что не все вот так вот весело в его жизни это только первые несколько месяцев игра игра дальше может быть и на самом деле кто-то нападет а также вот эти все игры в природе собаки никто не насыпает в мисочку сухого корма ей надо охотиться ей надо вырабатывать какие-то определенные манеры поведения то есть но определять возраст в возрасте 2 месяца характер щенка это вообще не серьезно я уже рассказывала много раз как меняется возраст в зависимости от возраста характер щенка меняется это раз в каждом возрасте свои поведенческие свое поведение далее по мере взросления собачки характер опять меняется особенно сильно может измениться с моментом взросления гормональный фон половое созревание поэтому комментарий на тему вот этот щенок вот так вот рычит и нападает на того щенка это злой вот так надо выбирать щенков и и мы тогда точно выберем себе доброго питомца яшка очень добрый если его взять на ручки он моментально целуется и обнимается и после игры с юджини вот в эти рычалки они целуют друг друга и вместе спят в обнимочку я уже это показывала и рассказывала поэтому если вы хотите выбрать себе щенка добренького и ласкового это делается совсем не по скажем так принципу а как он там играет вот так он рычит а позавчера этого яшку бедного заедали юджиния юлиана пока он был еще совсем крошка так и что же яшка у нас получается по такому видео если его посмотреть трусливый и как бы не может даже ответить получается так вот пожалуйста дуся решила что июля это их игрушка и отогнали юджинию но тем не менее скажи юджиния ничего страшного скажи я уже привыкла что так воспитывают взрослые собачки также про ушки читала комментарии что вот если у яшки такие большие ушки то они никогда не встанут ребята посмотрите на ушки цериуса на наших видео уже больше чем у цериуса я уже не видела и они замечательно стоят если их вовремя подклеивать если полноценно кормить собачку чтобы ей хватало всех витаминов и минералов и заниматься своей собачкой то самые невероятно огромные ушки цериуса замечательно стоят и очень его украшают если вам было интересно и полезно это видео не забывайте малышам ставить лайки а я постараюсь для вас снять еще более интересные и веселые видео как только заработает интернет мы это все опубликуем кто не подписан на наш канал приглашаем подписаться скоро у нас много новых интересных событий которые мы для вас обязательно будем снимать показывать рассказывать рождение новых щеночков и другие новости нашего питомника поэтому оставайтесь с нами на канале питомника марии мистик здоровья вам и вашим питомцам всем отличного настроения и хорошей погоды